Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Настолки Лайв. Прошел почти месяц с момента выхода последнего выпуска, и пока мы отдыхали, издатели как заговоренные стреляли анонсами направо и налево. Благо, они у них не закончились, и можно со спокойной душой вернуться к новостям. Как всегда, спасибо нашим постоянным спонсорам за поддержку канала и погнали! В этом году на площадку для сбора средств Kickstarter выйдет игра под названием Solar Sphere. В мире игры человечество исчерпало энергию родной планеты, и теперь для выживания ему необходимо использовать мощь солнца, построив солнечную сферу. Игрокам предстоит командовать главным кораблем своей нации, отправляя более мелкие корабли на различные задания, например, по сбору ресурсов, найма экипажа или строительства. Игра использует механики размещения рабочих в виде кубиков, построение движка и способностей экипажа, менеджмент ресурсов и сбора сетов, а также включает в себя элементы полукооперативной игры. Издательство Blum, известное нам с вами по игре Селестия, анонсировало новый и довольно любопытный проект. Игра получила название «Карта Вентура Лхаса» и представляет из себя несложное кооперативное повествовательное приключение с разветвленным сюжетом и разными концовками. Заявленное время партии всего до 45 минут, а играть можно будет как в одиночку, так и компанией до 6 человек. К сожалению, больше пока никаких подробностей об игре нет. Известно лишь, что проект увидит свет в этом году. На днях маэстро Райнер Кницея представил новую коробку под названием «Эквинокс». В этой сказочной игре участники следят за таинственными существами в волшебном лесу, которые пытаются вписать себя в легендарную книгу сказок. С помощью механики ставок игрокам предстоит продвигать или наоборот выбивать существ из этого противостояния, ну а сами существа будут помогать участникам своими уникальными способностями. «Эквинокс» — это уже пятый вариант игры 96-го года. Предыдущие четыре версии перепробовали всевозможные сеттинги от лошадиных скачек до космического противостояния. Посмотрим, возможно, именно новая версия окончательно удовлетворит великого мастера. В конце прошлой недели «Пандазоурус Геймс» неожиданно открыла предзаказы на свою новую игру, которая далека от тематики динозавров. Она получила название «Умбра Виа» и предложит участникам строить дорожки в таинственном виноградном саду. По факту перед нами абстрактная игра-гонка, в которой игроки, делая ставки кубиками своего цвета на тайлы, выставляют их на поле, чтобы заканчивать тропы и зарабатывать новые кубики из резерва. Первый, кто вернет оттуда все свои кубики, станет победителем. Релиз игры запланирован на 17 марта, но ее уже можно предзаказать на сайте издателя за 40 долларов. Немецкое издательство Pegasus Spiel представило новинку под названием Space Dragons. Участники игры станут капитанами звездных кораблей и, набрав бравую команду, отправятся на поиски космических драконов. Семь раундов игроки будут сражаться за возможность поймать этих невероятных могучих существ, приносящих победные очки. Весь игровой процесс приводится в движение разыгрыванием карт для ставок и применением способностей, причем чем выше ставка, тем больше шанс того, что способность будет негативно сказываться на ее владельце, а победит в итоге игрок, набравший наибольшее количество победных очков. Гарфилд Геймс, подарившая нам серию игр Западного Королевства, представила новую коробку во вселенной еще одной своей популярной евроигры, которая называется Circurian's First Light. Она называется Chaos Order и предложит игрокам взять под контроль одну из шести асимметричных фракций, каждая из которых наделена собственными средствами для победы в игре, уникальными лидерами, атрибутами и другими способностями. Автором игры является Сэм Макдональд, который был автором всех западных королевств и первой игры новой космической серии. Проект на Kickstarter будет запущен в течение года, а релиз игры намечен уже на следующий. Несколько дней назад гостями подкаста Board Game Barbecue стали директор и вице-президент по разработке игр компании Stronghold. Благодаря этому стало известно, что в конце февраля компания выйдет на Kickstarter с новым дополнением для игры Aeon's End, которая получила название Legacy of Greyfold. Единственное, что пока известно, это то, что нас ожидает самое большое дополнение к игре, которое превышает размером любое ранее выпущенное минимум в два раза. Звучит очень любопытно, о подробности мы узнаем совсем скоро. Следующая новость не совсем прошлонедельная, но пройти мимо нее довольно сложно. В начале января, благодаря одной из веток обсуждения на Board Game Geek, стало известно, что к игре Плотина готовится дополнение, которое включает в себя дуэльное игровое поле. Это подтвердил официальный аккаунт итальянского издателя на портале. Что ж, осталось дождаться официального анонса. Компания Floodgate Games в конце прошлой недели отправила некоторым бета-тестерам игры Саграда неожиданное сообщение с текстом «Создай свое витражное наследие» и соответствующим изображением. А после издатель подтвердил эту информацию уже в своем дискорд-канале. Несмотря на то, что на данный момент информации по проекту ровно никакой, Floodgate обещали раскрыть подробности в ближайшие недели. Все мы прекрасно знаем, что существуют кубики, сделанные из дерева, пластика или металла. А как насчет кубиков, сделанных из кукурузы или, например, бобов? Девушка по имени Лилит, ведущая твиттер под названием The Dice Buffett, постоянно экспериментирует с различными ингредиентами, включая продукты питания для создания уникальных кубиков. Последним экспериментом стало создание эксклюзивного набора из фасоли Heinz, который можно хранить прямо в банке. Автор может похвастать в своем аккаунте огромным количеством разнообразных наборов ручной работы, которые производятся в штучном экземпляре. Продаются они через торговую площадку Etsy, и судя по тому, что в наличии только один набор созданный из цветов, популярность у них зашкаливающая. Издательство Краудгеймс продолжает локализовывать игры от Borden Dice, и следующее на очереди оказалось Талантин Сую Империя Инков. В новой игре вам предстоит побороться за право стать преемником великого правителя Сапа Инки Пачакути. Добиться славы вам поможет любовь народа, и чтобы ее заслужить, вы будете поклоняться богам, создавать прекрасные гобелены, завоевывать новые территории и многое другое. На старте предзаказа стоимость одного экземпляра составила 3490 рублей, а с 3 февраля она вырастет на 400. Также компания сообщила, что взяла на локализацию новинку от Rio Grande Games под названием Beyond the Sun. В этой стратегической игре участникам предстоит определять технологический прогресс человечества, соревнуясь за лидерство в экономике и науке, и борясь за влияние над галактикой на заре космической эры. Создавая собственное дерево технологий, игроки будут производить исследования, зарабатывая за это победные очки. К сожалению, издатель пока не сообщил никаких подробностей касаемо цен и сроков. Остается ждать. Компания Лавка Игр открыла предзаказы на два последних дополнения из серии Игр Кланг. Первое дополнение Храм Повелителя Обезьян откроет перед игроками древний храм, полный коварных ловушек и хитрых механизмов, которые будут влиять на то, как участники могут перемещаться в подземелье. Второе дополнение Шайка Авантюристов подарит базовой игре 6 асимметричных персонажей с уникальными способностями, возможность играть до 6 человек, а также карты с новой механикой реакции, которые можно будет разыгрывать в ход противника. Кроме вышеуказанных коробок, издатель предлагает всю линейку серии в различных комбинациях. Ну а если у вас уже есть все, то обратите внимание на редкие наборы промокарт. Также издатель анонсировал выпуск на русском языке очередной игры Райана Локита под названием Sleeping Gods. Она представляет из себя приключенческую евроигру с повествованием, а участники станут командой парохода Монтикора, который предстоит исследовать таинственный мир вокруг, находить сокровища, сталкиваться с различными персонажами, а самое главное выжить и найти путь домой. Лавка пока не сообщает никаких конкретных цифр или дат, так как статус проекта пока еще не определен. Но несмотря на это, нет никаких причин не ждать игру, ведь где еще у вас появится возможность взять на себя роль Кейси Райбека? Издательство Evricus сообщило, что в скором времени начнет работу над второй игрой серии Арифлама. Месяцы беспощадной борьбы подняли ставки до предела. Вражда еще никогда не была столь яростной, но все же вы сумели укрепить влияние вашей семьи, и теперь, когда пламя войны поглощает королевство, ничто не остановит вас в борьбе за престол. Это самостоятельная игра, которая, однако, может быть смешана с картами первой игры. Сроки выхода пока не сообщаются. Компания Мир Хобби открыла на своем сайте предзаказ на детскую версию легендарной игры Carcassonne, которая получила приставку Junior. В течение партии детишкам предлагают путешествовать по окрестностям знаменитого городка во время праздничных гуляний. Как и во взрослой игре, участникам необходимо будет выкладывать тайлы и размещать по определенным правилам фигурки. Разница лишь в том, что в игре нет победных очков, а победит тот, кто выставит все свои фигурки раньше остальных. Издатель оценил игру в 1490 рублей. И это все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Не забывайте поделиться новостями, а также поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Не болейте, подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры. Субтитры сделал DimaTorzok